Девушки отдыхают Потом он позвал вас на футбольный матч Потом мы пошли гулять, выпили пивка Получили по балде Это твой хороший приятель Ну, он из такой относительно нищей семьи У него мама, возможно, нет папы Ковер на стене, диван Может быть, он не работает или работает Учится в ПТУ, возможно Нам всегда хотелось подружиться с этим парнем Потому что он веселый Он может как бы сострить Нагрубить Сломать нос Как бы с ним вы чувствуете себя уверенно Весело В городе, где вообще не очень весело Вот это скин Отличный Но, к сожалению Сейчас таких скинов немного Я думаю, что скинкад культура Зародилась в Англии Как бы, вот именно В такое время Плоховатое время Когда была безработица Марго Марго заткнулась себя за пояс Все было плохо И тогда эти ребята Чувствовали себя примерно так же Как наше поколение Возможно, в 90-е Или, ну, люди постарше Из тех, кто Жили во времена перестройки Активной жизнью Они чувствовали себя точно так Отверженными Ленивыми Неспособными на что Отценивыми Дурацкими Вот Я думаю, что как раз Именно вот эта атмосфера Порождает скина В ней он живет Чувствует себя как в дом А когда она пропадает Скин становится Звадным Звяленным Плюшимым Настоящим Почему все в России Стали бананы? Ну Различные причины Более старшее поколение Это Борьба с совком Коммунизмом Афганская война Тоже повлияла Мои сверстники И постарше меня Это Чечня, конечно В основном Стало очевидно Что мы живем Не в веселой Как бы Бультяшной Совдепи А в каком-то другом Жестоком мире Где возможно Где существует Эмиграция Существует война Вот На многих Это сильно Повлияло Все были Заражены Все этим У меня полно Друзей Знакомых Было в школе Все одноклассники Все ходили В бомбере Это была обычная Практика Обычная Городская Субкультура Движ Молодежный Но это все До 2000 2001 год Все Конец Человек Который Остался В этой теме После 2001 Автоматически Это Какой-то Модник Чмок Дурак После Всех Процессов Ясневский Потом Марш Ранье Был Потом Массовую Часть погрома В Москве Была Царицына Потом Был погром На Манежке После этого Были мощные Процессы Посадили Основу Всех людей Остались Люди Которые Были готовы На диалог С властью И Которые Отчетливо Для себя Понимали То что Больше Не будет Открытых Концертов Коловрата Была еще Перхушкова Когда всех Повязали На Коловрате Больше Не будет Открытых Концертов Коловрата Не будет Погромов Те Кто Был В этом Движе Из-за Романтики Должны Были Прозвереть Они же Не совсем Идиоты Соответственно Остались Только Карьеристы Модники Ну Плохие Плохие Были Были Отвратительные Были Маломасса Море Бездельники Необразованные Дураки Ничего не шарившие Ужасно Это было болото Постсоветское Говьеннейшее болото Слушали Потому что Это было Скинхэд Мы могли Открыто Давать Концерты Открыто Выступать И Полить Свои Ищи Свободно Пока Мы этого Не достигли Но Все Впереди Вот Что Для меня Скинхэд Это Бэрбай Это Музыка Это Друзья Красных Для них Важна Скорее Политика Какие-то Движения Митинги Манифесты Там Все что угодно Я не знаю Чем они там Еще занимаются А для нас Важнее Это Наша жизнь Это Наши корни Наши правила Наша музыка То есть Это все Политика А нам Это неинтересно Ни правая Ни левая Политика Создает только Проблемы У нас Так хватает Проблем Чем Заморачиваться На какие-то Еще Левые Или правые Взгляды Политика Это говно Это всем известно Зачем этим заниматься Кому это нужно Пусть Все этим и занимаются Мы сейчас Давно уже Отошли На самом деле От этого И есть группы Которые Поддерживают И тех И тех Какие-то группы Остались Которые Стают четко На своих позициях Которым Интересна только Антироссийская позиция Блин Разделение существует Потому что У нас свой путь У них свой путь У нас свои взгляды И мы ничего Общего с ними Не имеем Поэтому Банхеды Это те ублюдки Которые украли Нас субкультуру И смешали ее С политикой С коммунизмом С фашизмом Перестали все На свой лад Мы не поддерживаем Ни левых Ни правых Но мы не видим Реальные угрозы От коммунистов Сейчас Существует Реальная угроза От неонацистов Которые Мешают нам жить На улицах На улицах Нашего города Мы хотим Чтобы их не было Просто Чтобы они не называли Скинхедами Скинхеды Это мы Мы группа ОСВ из Москвы Мы играем За более Двух лет Убираем Стритпанк Менялись Стили Менялись Направления То есть У нас были Различные Гитаристы Которые Привносили Что-то свое Сейчас Мы играем Такой стритпанк Привеси Хардкора На самом деле Упор делаем На немецкую сцену Потому что Считаем Что она Более развитая Более интересная К звучанию То есть Нам допустим Интересно Играть Старый Ой Что-то такое Что-то Интересно Привносить Новое Что-то Более Агрессивное Если говорить О группах Которые Влияют На наше Звучание Наверное Это Действительно Немецкие Группы Несмотря На то Что Групп существует Уже Как я уже Устал Более Двух лет За это Время У нас Вышел Только Один Сплит С группой Bystream Мы Группа All Style Values Наше Название Полностью Отражает Смысл Всех Наших Песен Мы Поем Про Старость Компетат Ценности Наша Улица Наш район Наша земля Здесь Здесь Мы Живем Наша Свобода Наша Судьба Наш Круга Мы За это Умрем Кто Мы Пасковские Скинкреды Никакой Политики Наш Девиз Синкреды Любят Девы Каписеты Денис Уцар Компанист Девы Девы Касковские Скинкреды Никакой Политики Ах, тебе ж, ты ж, ты Куда дело и беседы И не идутся, как победит И не идутся, как победит Как известно, баны, они появились в России первыми И, так сказать, представили наше скинхед-движение в России очень позорно с самого начала Но теперь баны, это, мне кажется, наши главные враги С которыми нужно какими-то средствами информационными или насильственными бороться И всячески их уничтожать и говорить СМИ, что это совершенно неправильный скинхед СМИ, что это совершенно неправильный скинхед-движение в России СМИ, что это совершенно неправильный скинхед-движение в России Сwyка! Смерт! Свинт! Свинт! Сцена в любом случае, она разделяется как бы. Как можно цена разделиться? Только по текстам. Если это музыка, то это скатульская. Если это шарповский, рашевский, в принципе, это не так важно. Все это скинхеды как бы все-таки единое движение в какой-то степени. Ну, а как бы в плане самого движения, я не очень признаю. Я вообще не признаю политику. Тут как бы идет все-таки какое-то разделение между культурами для меня. Если нет негатива, например, от одной движухи к другой, то есть от шарпов с крашен, ну как бы тогда нормально. Если как-то идет негатив, все-таки непонятно. Вообще для меня я как бы не стал без себя относить к кому-то. Я считаю, что скинхед движение – это и есть скинхед движение. То есть называть себя шарм раш – это мне никогда не разрезано. Вот. Наверное, так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для меня скинхед в первую очередь тянул структуру, которая не платит себя, а уже как-то в полном объеме. Для меня важен, например, рабочий класс. Для меня не очень важна, например, одежда, как для многих. Но кто-то на ней заморачивается очень слегка. Вот как. У меня важна музыка. В основном, музыка первой волны. Ну, панк тоже. О, и панк, ну, в первую очередь, конечно, ска. Как, ну, рок-станинский украинский. Я больше за музыку. Ну, и, конечно, интернациональность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, это для меня, ну, рабочий класс, да. Для меня я считаю, что это важно все-таки. Ну, я считаю, что есть такой вариант арабатывать деньги музыкой, но чтобы это не сходилось в итоге какой-то коммерции там, то есть, вот, как бы первый пункт. Вот. Второй, ну, опять же, музыка сама по себе, то есть, либо если ты не играешь где-то и нет, то поддерживать как бы на концерте вдруг. Вот. И третий, ну, не знаю. Не передавать друзей, наверное, своих. Честные отношения. Движение. 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 Спасибо большое. Все справедливо вот и раз. Движение. Движение. Я считаю, что как бы субкультура в принципе невозможно... там называется чем-то там засрать и так далее. Субкультура — это и есть субкультура, образ жизни, да. Тут не может быть каких-то там делений, что они вот настоящие, другие ненастоящие, да. Все скинхеды — есть скинхед. Если ты определенным образом одеваешься, разделяешь определенные ценности, ты скинхед. У тебя там могут быть взгляды, там, левый, там, левый радикальный, можешь быть, там, анархистом, можешь быть вегетарианцем, можешь не быть вегетарианцем, можешь вообще быть просто пацаном, можешь быть стритейджером, можешь не быть стритейджером. Это выбор каждого, как бы просто. Главное — разделять определенные ценности. Единственное, чем не может быть скинхед по определению — это нацистам, потому что нацист, он отрицает корни скинхед-культуры. Только из этих соображений, если ты отрицаешь корни, что скинхед-культура так или иначе связана с ямайской музыкой, с черно-чернокожими музыкантами, с панк-рок сценой, которая никогда не разделяла на нацистских ценностей и так далее, тогда, если ты расист, если ты нацист, то ты не можешь быть скинхедом, только потому что отрицаешь корни. А так, если ты там любые побеждения, то ты можешь их разделять и быть скинхедом. Это неважно, ты можешь быть патриотом, можешь быть анархистом, можешь быть вегетарианцем, можешь защищать планету Марса. Твои проблемы. Твои проблемы. А что для тебя скинхед? Скинхед для меня это прежде всего образ жизни, это прежде всего свои четкие жизненные принципы, связанные с такими понятиями деятельности, как гордость, чувство собственного достоинства, помощь друзьям в трудных ситуациях. Так, естественно, это мировоззрение, это образ мыслей определенный. Это определенный протест против стереотипа в обществе, определенный протест против массовой культуры, естественно. Это определенный образом манера одеваться, чувствовать быть стильным, чувствовать стоять за свои идеалы, свои принципы, за своих друзей, за то, что ты веришь до конца. Вот что значит для меня скинхед. Зови три самых главных правила, которые должен соблюдать скинхед. Ну, наверное, будет больше правил все-таки. Именно самых главных три? Самых главных, ну, в принципе, кольцу культуры скинхедов немного и консервативны, хотя определенный новшеств то и есть. Ну, я думаю, естественно, это гордость за себя, чувство собственного достоинства, не быть быдлом, уважать своих ближних друзей, ценить юнити, дружбу. Ну, второе основное правило, естественно, быть честным, прежде всего, с самим собой и тоже с окружающим. Ну, и в-третьих, конечно, очищать всеми возможными способами, сейчас не будем говорить, каким именно, свою субкультуру от всякого говна, который пытается паразитировать на ней. Ну, естественно, это в первую очередь относится к нацистскому. Вот, вкратце, это три основных направления. Борнхеда для меня. Это люди, которые любыми способами пытаются паразитировать на любых молодежных субкультурах. На скинхед, на страдейдж, на рэп-культуре, на металл, на футболе даже, на том же самом. Люди, которые не имеют четко сформулированной позиции, хотя много среди них и философов, и идеологов, и они всячески пытаются навязать свою культуру, свое мировоззрение молодежи, у которых еще мировоззрение не сформировалось. Которые четко не знают, о чем они хотят от жизни. То есть люди без чести, без достоинства, которые могут пойти на абсолютно все любые меры, вплоть до убийства, чтобы попытаться отстоять свое имя и всяческим способом запугать молодежь, да и взрослых людей. И пытаться террористическими методами показать, что у них единственный правильный путь развития. Вот, что для меня эти ублюдки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Рейзер Бойс 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 в общем, культура скинхедов настоящих, вот, то есть многие там могут спорить о том, что там красные, там итрады, там кто из них более настоящий, кто нет, но на мой взгляд, все это на самом деле шелуха, потому что самое главное, что нужно знать, что скинхед не может быть расистом, потому что сама эта культура построена на слиянии черной и белой культуры, на слиянии черной и белой музыки. Для меня быть скинхедом, это значит стоять за своих друзей, стоять за себя, стоять за свои корни и традиции, и быть собой, несмотря ни на что. Многие люди, которых я сейчас уважаю и считаю столпами скинхед-культуры в России, это были люди, в которых скинхед-культуру вбивали кулаками, ногами, кастетами, баны, быдло, менты, кто угодно, и эти люди все равно остались верными своей линии, продолжали ее гнуть, вот это, на мой взгляд, и быть настоящим скинхедом. Неважно, как ты одеваешься на самом деле, неважно, какой длины ты носишь волосы, самое главное это оставаться собой, несмотря ни на что. В нашей стране властям выгодно наличие такого козла отпущения, как так называемые русские фашисты, потому что легче все свалить на русских фашистов, чем признать то, что в нашей стране существует очень много межэтнических трений и проблем с расизмом, национализмом на самых разных уровнях. И в случае очередной кондопоги гораздо легче туда приглашать очередную проплаченную марионетку, которая устроит там митинг русских фашистов, и на них все можно будет опять свалить, и сказать, вот и все виновата молодежь, которую, в принципе, легко посадить, легко разогнать и так далее. Естественно, эти фашисты существуют, их очень много. Их много именно благодаря тому, что власть не только закрывает на это глаза, но и делает все, чтобы их становилось больше, чтобы они прогрессировали и заманивали все больше и больше людей в свои действия. Со стороны властей и, скажем так, полному равнодушию со стороны остальных членов нашего общества, которые нормально относятся к тому, что по улицам страны, которая пролила столько крови, чтобы остановить фашистов в 45-м году, там спокойно ходят люди, забитые свастиками, там забитые какими-то девизами СС на немецком языке, что люди орут зигхайль на футболе. Всем на это пофиг. Ну, это можно объяснить. В нашей стране, как бы, большей частью людей, им стоит... Они... у них нет, как бы, возможности, там, думать о таких вещах. Они думают о том, как бы им выжить, как бы им найти денег на кусок хлеба, и как бы им не сдохнуть, там, от болезни и холода. И, благодаря всему этому, вот этот фашизм, он сегодня в России стал трендом. То есть это тупо массовая калька для толпы. То есть человек знает, что вот он придет на футбол, на футболе все зигуют, все забивают свастики, все орут 1488. Это круто. И среднестатический подросток, он ни черта не думает о том, что правильно, это неправильно, о том, что дома там у него доживает последние дни его дедушка, который там пережил блокаду, который сражался в окопах, там, проливал кровь, брал Берлин и так далее. Он просто знает, что здесь круто, здесь вольготно, здесь комфортно. И вот эти вот подростки, они множатся, они приводят друг все новых и новых членов вот в этот вот движ. И благодаря этому сейчас в околофутболе, в граффити, даже в рэпе, как это не смешно, огромное количество фашистов. И они там, потому что это просто модно. То есть вот сейчас там какие-то очередные рэперы, которые там выступают перед зигующей толпой, в которых вкладывают деньги, опять же, потому что дельцы знают, что это модно, это круто, на это можно заработать. Там через несколько лет эта мода поменяется. Или, скажем, там, дядя сверху скажет, все, у нас новая политика, мы это все прикрываем. И эти люди будут бегать в панике и верещать, что нет-нет, мы никогда не были фашистами, никогда вообще в жизни не были. Но, как бы, отмазаться, и может, им удастся отмазаться. Обычно, там, иногда удается, иногда нет. Но дело не в этом. Дело в том, что люди, которые в это приходят, они думают, что они очень крутые, что они молодцы, они движутся, они там против всех, против системы. А против кости они системы. Они на стороне толпы, толпы убогих. И, скажем, в так называемом правом движении, да, там есть люди, которые на этом делают деньги. Которые, как бы, на организации концертов, там, продажи шмоток делают нехилое бабло. И они будут за это держаться в любом случае. На мой взгляд, нет ничего более смешного, чем человек, который называется патриотом России, кричит что-то о Руси, и при этом зигует, рисует свастики. Ничего более антипатриотичного, чем свастики и зигхайли, придумать невозможно. Ничего более антипатриотичного и антирусского. То есть, человек, который восхваляет тех, кто убивал его дедов, там, его бабок. Человек ходит по земле, политой кровью своих предков, и здесь же он орет зигхайль, потому что это круто, и потому что это позволяет ему продвинуться, там, воколо футболе, попасть в более крутую фирму, или познакомиться, там, с какими-то более крутыми людьми. Это позиция шлюхи, как бы, позиции нормального мужика, это назвать вообще никак нельзя. Поэтому настоящий патриот никак не может быть фашистом. И, как бы, говорить об этом было бы очень смешно, если бы не было так печально и позорно. Такой вопрос, такое понятие, как патриотизм. Должен ли быть скинхэт патриотом, не должен ли быть? На мой взгляд, однозначно, скинхэт должен быть патриотом. Ну и здесь, это, конечно, вопрос терминологии. То есть, на мой взгляд, многие люди неправильно трактуют это понятие. Они думают, что патриот, человек, патриот России, скажем, человек, который согласен со всем, что ему диктует сверху, который готов бахать флагом, который готов идти служить, там, генералам чистить казармы и делать то, что ему прикажут. На самом деле, настоящий патриотизм не имеет с этим ничего общего. Будь патриотом – это, в первую очередь, гордиться своими корнями и стараться сделать то место, где ты живешь, лучше. Будь патриотом – это, в первую очередь, гордиться своими корнями. Будь патриотом – это, в первую очередь, гордиться своими корнями. Будь патриотом – это, в первую очередь, гордиться своими корнями. Будь патриотом – это, в первую очередь, гордиться своими корнями. А ну-ка, давай-ка, уйдем, бывает сука Насильным ублюдкам у нас никто не рад Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Немная группа Клаус, мы из города Кирова, которая находится в России. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Для нас это образ жизни, но как бы пафосно это не звучало может. Это наша культура, то есть то, чем мы живем каждый день и пока мы не представляем для себя другой жизни абсолютно. Когда узнаешь больше о субкультуре Skinhead Bank, то просто уже ты понимаешь, что в этом не может быть никакой речи даже о нацизме, о расизме, потому что эта субкультура изначально стоящая вне этого. Для России сложно быть политичным, потому что тебе придется все равно столкнуться рано или поздно с нацизмом. То есть они либо займутся тобой, либо ты примкнешь к ним, я имею ввиду националистов, либо все-таки ты придешь к антироссийским убеждениям. А третьего быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА